В Британии одна из бесплатных газет стала мега популярной благодаря новому сотруднику. Бывший министр финансов подался в редакторы. Чем продиктован его выбор? Влечением журналистикой или все же политикой? Выясняла наш британский корреспондент Оксана Кундеренко. Раньше он был на первых полосах газет, а теперь будет сам решать, какие материалы туда помещать. Джордж Осборн, некогда правая рука экс-премьера Дэвида Кэмерона, экс-министр финансов, а нынче депутат, получил новую должность. Теперь он главный редактор Evening Standard. Я очень взволнован и рад стать новым главным редактором Evening Standard. Столько всего важного происходит в наше время. Необходимо доносить до аудитории хороший анализ и важные новости. Успешный политик, который сделал карьеру в партии консерваторов, прошагав все этажи от консультанта до министра, не имеет никакого журналистского опыта. Но, видимо, всегда мечтал. Еще с молодости. Теперь он в ответе за весьма читаемое лондонское издание. Evening Standard. Газета ежедневная и бесплатная. Ее выкладывают вот в такие лотки у метро во второй половине дня. И каждый желающий может взять себе экземпляр по пути домой с работы. Так что аудитория приличная. Еще один интересный факт. Владелец издательского дома, российский миллиардер Евгений Лебедев. Он выразил гордость за нового сотрудника. Таким образом мы пытаемся увеличить читаемость. Конечно, есть опасения, что аудитория сокращается. Люди читают все меньше газет. Но я все равно верю в их будущее. И влияние на электорат. Так ли независимые издания Лебедева? Официально собственники не влияют на редакционную политику, но задают определенный тон своим медиам. Я сначала подумал, что это назначение шутка. Почему он за это взялся? Явно не ради денег. Он и так прилично зарабатывает. Могу только предположить, что Осборн превратит стендарт в альтернативную площадку для критики кабинета Терезы Мэй. И если у нее дела пойдут плохо, будет атаковать ее на страницах. После распуска кабинета Кэмерона в команду Мэй Осборна не позвали. Он остался депутатом, читал лекции за неплохие гонорары и консультировал крупные инвестиционные компании. Общество даже возмутилось, когда начало подсчитывать прибыли слуги народа, которые совмещают должности. Это просто купание в роскоши, но это абсурд. Это человек, депутат и консультант в банке, и редактор, и Минстендарт. Сколько еще должностей ему надо? Он, конечно, умен и полон сил, но, кажется, сел на слишком много стульев одновременно. Другой вопрос, будет ли Осборн успевать все на свете? Утром газету редактировать, в обед голосовать, а вечером на свой избирательный округ ездить? Я недоволен, совсем недоволен, как избиратель его округа. Наверняка его больше интересуют деньги, чем забота о гражданах. Похоже, депутат-редактор, который давно не появлялся в своем маленьком округе, не утратил больших политических амбиций и с помощью новой работы пытается вернуть себе лидерство на британском Олимпе. Оксана Кундеренко, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...